А нам всё равно, а нам всё равно Это очень важно, чтобы я мог понимать, вам нравится тот или иной контент или нет Итак, значит, на этот раз поговорим про науку Итак, наука Почему я решил поднять этот вопрос? Мой бывший студент, значит, попросил меня прокомментировать несколько вопросов В частности, в том числе и наш блог Причин, почему я решил записать этот блог Но первый вопрос был особенным для меня Потому что я думаю очень долго, долго на эту тему И всё это вызвано тем, что я учился в своё время в Шотландии, в России Читал лекции, проводил исследования научные полевые Не только в России, в Грузии, но и в Шотландии И меня спросили, какая разница между исследовательской работой на Западе В России и в Грузии Я безусловно очень легко сумел ответить на этот вопрос Во-первых, я сказал следующее Что наука там понимается по-другому Вы, наверное, все помните, что в советскую эпоху всё-таки Наука была очень сильно связана с государством Особенно социально-политические науки Потому что они, по сути, влияют на жизнь человека Влияют в прямом смысле этого слова Как говорится, тот, кто управляет историей, управляет своим населением Или же человечеством Поэтому советская власть хорошо понимала, что эти сферы, эти направления Должны были быть под частным контролем государства Именно поэтому сейчас на постсоветском пространстве У нас есть сильные школы вирусологии, математики, физики, химии Но довольно-таки слабенькие школы социально-политических наук Потому что они на протяжении всей советской эпохи контролировались государством И учёные просто-напросто не позволяли мыслить самостоятельно У нас были все эксперты в ленинизме и марксизме Но не было экспертов в других направлениях И только сейчас в России, в Грузии, на Украине, в Казахстане Только сейчас формируются на самом деле местные школы Которые будут потом развивать эти направления Так вот, именно из-за этого, например, на Западе Учёный-историк, например, это учёный-бизнесмен Он пишет свою работу, значит, во-первых, безусловно Оказывая свой академический уровень Но также и занимаясь продвижением своих работ Вы можете написать гениальное произведение Но если оно не популярно, то крош вам цена Поэтому на Западе исследователь учёный-историк Это человек, занимавшийся академическим трудом Оказывающий свой уровень, но и продвигающий свой товар Это отчасти бизнесмен Поэтому я всегда говорю, что академия на Западе Она уже давным-давно стала капитализированной То есть там капитал имеет значение А у нас на постсоветском пространстве Учёный-исследователь-историк Это в первую очередь патриот То есть когда человек у нас, например, в Грузии Пишет про историю России или Грузии Он задумывается над теми вещами Например, как на это среагируют люди в стране Будут ли они довольны тем, что можно описать что-то непатриотическое? Как на это среагирует власть? Особенно если он работает в государственном университете Повлияет ли это на его будущее? А поскольку мы с вами уже договорились Или, по крайней мере, я так считаю, что В нашей стране одной наукой далеко нельзя уйти То большинство людей, учёных, конечно же, идут в другие сферы В политическую экспертизу, в парламент, в Сенат, в советники И не дай бог вам сказать что-то такое, что вам обязательно напомнят Это может повлиять на вашу работу Поэтому каждый раз, когда грузинские учёные, российские учёные, казахские учёные пишут книгу Он пишет эту книгу как полугосударственный деятель Задумываясь о будущем, обязательно Но не как бизнесмен Потому что для него важно обеспечить своё будущее Вот в этом есть, наверное, самая-самая главная разница между нашими странами Я приведу один пример Я преподавал в разных странах Где-то я преподавал целый курс, где-то я только одну лекцию Но я помню, когда я преподавал один из государств в странах постсоветского пространства Я, по-своему, не назову это государство Я очень чётко осознал, что люди, работающие там, они все были учёными Работали, если бы они были госслужащими Для них это работа, это была государственная служба Поэтому любое их действие или деяние рассматривать в рамках госслужбы Вы, безусловно, понимаете, что на Западе учёные, например, в Кембридже, в Оксфорде Даже не в ведущих университетах, это не госслужащие Это люди, которые занимаются своей академической жизнью И продвижением своего товара Товар – это продукты их мышления Вот этим, в основном, и различается наука на нашем пространстве То есть, с одной стороны, это учёный, исследователь, бизнесмен С другой стороны, это учёный, исследователь, патриот, госслужащий И до тех пор, пока вот в этой сфере вопрос не будет решён И учёный не смог спокойно, мирно и тихо работать, исходя из тех данных, которые у них есть Доказывают свой академический уровень и продавают свой продукт А они будут постоянно вынуждены доказывать свой патриотизм Вот до тех пор Запад будет всегда превалировать над нами Ну что, как я вам обещал, видео у нас будет на этот раз точно Только от 5 до 10 минут Потому что, как я вижу, вам не нравятся большие форматы Честно говоря, мне тоже Так что, на этом я остановлюсь Ждите новых видео Подписывайтесь, пожалуйста, делитесь Высказывайте своё мнение Давайте подеподируем И успешного вам дня До свидания По скриптам Извините, дорогие друзья Но я забыл, кстати, рассказать о том Какое различие между российской и грузинской школами Грузия намного более свободная страна, ниже Российская Федерация Я думаю, в этом у вас нет сомнения Однако, как ни странно В Грузии учёный-исследователь-патриот Ещё более учёный-исследователь-патриот, нежели в Российской Федерации И это вызвано тем, что в Грузии произошла догматизация Запада Догматизация либерального строя То есть, исходя из того, что у нас все раньше были коммунистами Сейчас они все стали большими демократами Поэтому, если они раньше все вместе канабили Российскую империю Как буржуазную, капиталистическую И были коммунистами Сейчас они все экономят, Советский Союз Являясь демократами Хотя, возможно, ранее они были также коммунистами Но, конечно, исходя из того, что Грузия Это маленькая страна И как-никак развернуться тут практически негде Поэтому все находятся в одной тарелке И им всем тяжело, исходя из того, что они должны быть патриотами Должны быть демократами, высказывать различные мнения Поэтому то, что происходит в Грузии Это люди пишут одно, но зачастую друг на другое В России с этим намного сложнее и проще Потому что страна очень большая У вас есть разные университеты Вы можете пойти в Вельцин-центр, в Вышку, в МГУ, в МГИМО Вы почувствуете там намного больше свободы Просто потому, что у вас больше пространства Ну и, конечно, потому что в Российской Федерации Догматизация демократии Значит, это происходило Но в конечном счете все-таки она не закончилась Поэтому вы можете встретить в Российской Федерации людей Которые проповедуют коммунизм, демократию Не знаю, там, левые идеи Более-таки сравнительно центристского характера Ну и так далее и тому подобное Вы можете увидеть людей, которые рассказывают о том Какими хорошими были 90-е, 2000-е Или, тем более, какие-то там 200 лет назад Так что вот так вот К сожалению, но несмотря на то, что Грузия Более демократическое государство Здесь ученым более сжаты теми, значит, рамками, которые существуют К сожалению, кажется, когда в Грузии кто-то пишет про грузинскую историю Или историю Российской Федерации Это еще намного сложнее, нежели если бы кто-то писал в Российской Федерации Книгу на эту же тематику Вот так вот Странный парадокс Страна более демократическая А высказывать свое мнение намного опаснее Ну что, на этом уже прощаемся До свидания А нам все равно А нам все равно